Давайте немного сначала, да, ваша фамилия, имя, возраст, какой город и состав семьи. Белова Татьяна Евгеньевна, 49 лет, город Ярославль, муж, трое детей. Трое детей получается, возраст у них, у детей. Опять что-то со связью. Вы меня слышите? Плохо, вот сейчас что-то опять было. Вот сейчас вроде слышно. Ага. И видно. Так, ну у меня интернет хороший, у вас сигнал какой? Ну у меня тоже я проверяю нормально все. Ну я вас слышу хорошо, да. Так. Отлично, продолжаем тогда, чтобы закрыть. Возраст детей у нас какой? Трое маленькие, они большие у вас. Так, двое. Старшие дети взрослые, одному 29, год 30, второму 25 и дочь, 8 лет. Ага, 8 лет. Отлично. Откуда возникла идея швейным делом заняться? С детства возникла, можно сказать, династия. У меня мама занималась тоже швейным делом. Она работала заведующей ателье, она училась в Москве на, не помню на кого, но что-то по швейному делу. И она вот всю жизнь тоже то в ателье, то в одном ателье. Потом в профсоюзе она работала. Ну в общем, все было связано со швейным делом. Вот я когда была маленькая, я тоже приходила к ней в ателье, где она работала. Общалась с спортными, с закройщиками. Мне тоже хотелось в этой сфере работать. Вам там наряды шили? Кстати, да. В основном я ходила в шитом, из ателье. Ага. Чуть-чуть камеру подальше уберите, чтобы лица вашего не видно. Супер. Хорошо. Какие мечты связаны со швейным бизнесом? Иметь большой швейный цех. Большой швейный цех. Отлично. Реакция семьи на вашу идею развиваться в этом направлении какая? Вот вы сказали, я пошла учиться. Положительно. Все одобрили, все очень рады за меня. Все очень рады и одобрили. Поддержка семьи на самом деле это большой плюс, когда не суют палки в колеса, а принимают ваши желания. Это здорово. С какой ситуацией пришли на курс? Что у вас было, получается, до и что вы хотели построить, чего вам не хватало? Значит, я занималась бизнесом, у меня была розничная торговля, но вот в мыслях у меня все время было что-то швейное открывать. В процессе работы с магазинами я открывала швейный цех, небольшой швейный цех. Но, видимо, так как я и торговлей занималась, и цехом занималась, в итоге у меня не получилось все одновременно сделать. И плюс еще мне с реализацией продукции не продумано было, куда забывать продукцию. То есть магазины особо не помогали сбывать продукцию, да? Ну, нет, я не направляла, ну, как сказать, я в магазине такие, которые не в помощь для реализации. У меня были планы другие, другой реализации, другое направление шитья. Да, ну, то есть цех вы хотели заниматься, то есть пошить и продажу готовых изделий, то есть не искали заказчиков, чтобы им сшить по их заказу, да, а хотели готовые изделия продавать куда-то, правильно я понимаю? Да, правильно. Ну, вот пошить именно то, что вам, скажем, ну, не то, чтобы в голову взгляну, а что захотелось, и это реализовывать, правильно? Да, да, да. Такие были планы, да. А что, по вашему мнению, не совпало в этом, не понимали анализ рынка, допустим, что клиентам нужно, вот в чем сбыт не удался? Вот проблемы, которые возникли-то вот как раз-таки, да, в этой реализации. Ну, либо нужно было шить большие объемы, не было столько работников, если работники были. Ну, короче, не совпадали у меня вот эти все критерии, которые нужно было зараньше продумать. То есть, получается, могли бы, к примеру, там, найти сбыт, но им такая партия не нужна была, да, там? Да, 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 да. А маленькую партию некуда было пристроить. Ну, типа того. То есть, ну, вот этот вот анализ рынка, получается, куда сбыт делать, да, и в каких объемах он тогда необходим, да, вот в том или ином изделии. Да. Понятно. Был ли у вас опыт обучения, да, если был чему именно, вот в онлайне именно? В онлайне не было, опыта обучения не было. То есть, мы у вас первый онлайн-курс, да, можно сказать, такой глобальный? А, ну, вообще по шитью, да, а так у меня был опыт, ну, не опыт, а вот курс у меня был, работа на Валберес. Дальше еще один курс, менеджер Валберес. То есть, я рассматривала вот этот сбыт для Валбереса, поэтому вот мне нужно было, нужно было вот это продвижение. Ну, и пошли обучаться туда, да? Да. Ну, это решило ваши вопросы? Получили там знание, как реализацию делать теперь? Ну, знание, конечно, получила, я уже, как бы, уже в этом понимаю, но при этом нужны большие деньги для того, чтобы раскручивать, чтобы вот большие партии продавать, как вот сейчас вот эти на миллионы, там на несколько миллионов. Это нужно очень много денег вложить только для одной, для одного продвижения, не считая товара. Хорошо. Ну, пока я, как бы, держусь, все вот эти новинки маркетплейсов, смотрю, что там меняется, что там, ну, всяких блогеров, там вот это все смотрю. Слежу за этим, как это продавать на маркетплейсах. Развиваетесь. Хорошо. Вот какие проблемы все-таки побудили искать, да, вот по теме швейного бизнеса, да, как вообще нас нашли? Какие вопросы искали? Почему на нас-то вышли вы как? Так, может, это вы на меня вышли, вы на меня на нас. Ну, мы просто так людям не стучимся в квартире, не звоним, откуда, значит, как-то вышли, вы на нас вышли где-то на вебинар. Да, выскочил вот этот значок, золотой портной, вот, пришла к вам на вебинар бесплатный, а дальше, дальше пришла на обучение. Отлично. Раз пришли на вебинар, значит, искали, то есть, просто так мы тоже не выскакиваем никому, наша реклама, да, это в случае, если вы ищете какие-то вопросы по теме, да. Ну, получается, штудировали, скорее всего, да, там по швейному бизнесу какие-то вопросы. Ну, да, да. Швейный цех там или что-то, да, как запустить все-таки, раз вы собирались его делать. Вы же не с появлением нас его решили открыть правильно, вы же до нас. До вашей встречи у меня, значит, было, я нашла тоже объявление, у нас в Ярославле продается швейный цех. Вот. И вот у меня были планы этот швейный цех купить, я даже ходила, смотрела, вот, но потом подумала, а стоит ли вообще его покупать, если можно будет потом свое, свое потихоньку нужно оборудование, которое мне нужно по очереди купить. Зачем мне покупать это? Сколько, если не секрет, хотели за швейный цех? Сколько там рабочих мест было? Рабочих мест сколько было? Ну, площадь. Площадь какая? Миллион двести, значит, в аренду они это помещение сдавали, брали сто квадратных метров, вот. Так, площадь арендуемая, так? Площадь арендуемая, да. Так, там, по-моему, на двенадцать рабочих мест у них. Вот, трикотажные машинки, различные. Ага. Раскройное оборудование. Ну, то есть они занимались трикотажем, да? Да. А сотрудников при этом были, не были вместе с цехом? Сотрудников не было, но вот они продавали действующий швейный цех, поэтому я заинтересовалась, я хотела купить полностью. С сотрудниками? Ну, с сотрудниками, с заказами, с реализацией. Ну, в общем, действующий, значит, действующий. А в итоге оказалось, у них, как бы, машинки-то действующие, а в итоге никакой организации, ни логистики, ни закупок, ни продаж, ничего такого не было. Ага. Ну, круто. Круто, что коммерческая жилка ваша подсказала, что не надо этого делать. Ну, скорее всего, после этого мы как раз-таки к вам и попали в рекламе, потому что вы интересовались темой швейного бизнеса. Хорошо, вот пробовали вы какие-то задачи решать, да, ну, вот посмотрели швейный цех, да, вот вы нам говорили, что до этого два раза, получается, пытались открыть свои цеха. Как пробовали решать задачи, чего именно вам не хватало? Бизнес-плана. Бизнес-плана. Управленческие навыки, все, все хорошо с ними. Ну, скорее всего, управленческих навыков. И вообще все, что вот, с чего начиналось ваш курс, как не надо делать. Вот я все так и сделала, как не надо было делать. Да, с точностью. То есть, как не надо делать, все ошибки допустили, можно сказать, да? Все допустила, да. Поэтому у меня и не получилось. Ну, мы вас поздравляем, что вы уже теперь знаете, как точно не надо делать, да, и уже есть возможность, как надо сделать. Круто. Какая главная цель? Вот, а сколько времени вы за нами наблюдали, да? Вот мы вышли в рекламе у вас, вы посетили вебинар, вы приняли решение сразу идти или какое-то время еще смотрели, наблюдали за нашей школой? Сразу. Сразу. Значит, желание такое прям нормальное у вас было, да, то, что все-таки не готовый цех, а как правильно создать нужно свой. Отлично. Какую главную цель себе ставили на курс? На курс? Которую я записывала там, что ли? Я уже забыла часто. Это не про то, что вы себе записывали, а вообще, когда вот вы пошли учиться, да, вы же, ну, вот оплатили, и понимаете, какую-то цель в любом случае, да, ну, вот я покупаю для чего? Вот это и есть, можно сказать, да, ваша главная цель была, потому что это побудило вас купить, да, этот курс. Ну, да, цель была для того, чтобы организовать цех, чтобы шить, продавать. Хорошо. Что делали на курсе, да, вот швейный цех, получается, прорабатывали, да, что помогло приблизиться к цели? Бизнес-план увидели свой, который для реализации необходим? Бизнес-план я как бы увидела, но мне нужно еще над этим бизнес-планом работать, еще думать. И вообще, сейчас вот на данном этапе я швейный цех с машинками, со швеями открывать не буду, точно знаю пока. Вот буду где-то заказывать свои заказы, да, отшивать. Если что-то вот получится, пойдет, дальше продаю на маркетплейсах, вот, а если все это как бы складывается, тогда уже и швейный цех. Ну, то есть вы на курсе прорабатывали идею именно швейного цеха, бизнес-план, на него строили, правильно же я понимаю? И там по цифрам увидели, что поменяли, получается, решение работать с готовыми товарами, правильно? Ну, во-первых, вложений очень много, дальше проблем много, ответственности много, это сейчас надо швей искать, их как всегда не найдешь, там у каждого свой характер, это вот с людьми работать, это я как-то пока не готова, мне надо отдохнуть от этого. Ну, то есть правильно я поняла, что когда вы пошли на курс, да, прошли полностью весь курс, да, вы практически больше 80% заданий выполнили, да, практически все, вот, и увидели полную картину своего предприятия, да, и четко поняли, что на сегодняшний день, да, можете смело себе отказать в том, что вы сейчас прям глобально, хотите запускаться, да, а хотите теперь выпускать готовую продукцию с учетом других цехов, да, то есть обращаются в какие-то другие цеха пока, да, и торговать готовой продукцией на Валберис, да, для этого как раз-таки и заканчивали курсы. Так я поняла? Да, правильно. Ну вот смотрите, теперь давайте смело похвалим себя, да, за что? За то, что вы провели глубокий анализ, да, правильно поняли всю структуру предприятия, которого вы хотите создать. У вас уже есть пошаговый бизнес-план, что для этого нужно, для реализации этого проекта, да, я так поняла, что вы от него не отказались, ну вот совсем навсегда, да, а сейчас вы просто будете стартовать, продавая изделия, отшивать в других цехах, да, и готовясь к открытию к своему, и физически, и морально, можно сказать, и материально. Да, да, да. Правильно услышал? Отлично. Теперь представим, к примеру, что вы купили готовый цех в Ярославле за миллион двести. И у меня опять бы такая же история осталась, как с предыдущими двумя. Минус миллион двести просто, да? Да. Из семейного бюджета, можно сказать. Ну, машинки бы продали. Больше там продавать-то, по сути, нечего было, да, ну, там столы. Ну, скорее всего, машинки, машинки там тоже столько не стоят. Все вместе взятые. Нет, ну, понятно, что я имею в виду на тысячу, на миллион двести, конечно же, бы вы их не продали. Я имею в виду, что из всего этого цеха могли бы продать только машинки, потому что помещение в аренде, да, ну, только там какие-то раскроенные столы, там, может быть, еще что-то, да, и машинки. Ну, двенадцать машинок там, пускай там по двадцать тысяч. Да, это уже всего лишь триста, всего лишь триста, а девятьсот тысяч куда-то бы пока-пока сделали бы, да. Ну, вот круто, что сработала у вас, скажем, да, система внутреннего такого критика все-таки отложить эту ситуацию, вдруг появляемся мы, где она просто укрепляется. И сейчас вы уже действуете, да, исходя из своих сегодняшних возможностей и четко себе уже строите картину, как вы идете в пути к реализации, к этому проекту, да. Мы же сразу на курсе говорили, что это хорошо, даже если придет клиент, поучится и скажет, нет, табу, я даже вообще не хочу идти в швейку, потому что я понимаю, какие нужны ресурсы, какие что, да, и буду реализовываться в другом проекте, да. У вас все-таки идея есть швейный цех открыть, тоже круто, вы поняли, какие для этого нужны ресурсы, какая нужна, скажем, собственная ответственность, да, там, за что вы будете нести, к примеру, да, там, сотрудники, обустройство это все, да, там, заказы и так далее. И уже делаете из того, что сейчас как раз таки самое оптимальное. Прорабатывали вы вот, к примеру, сейчас бизнес-модель уже с учетом продажи готовых изделий, с учетом отшива их, вы меня слышите? Да, 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 слышу. Ага, то что-то как-то замерли. С учетом того, что вы будете отшиваться в других цехах. Ну, то есть, просчитывали уже себестоимость эту, чтобы понимать, почем это будет и какая будет у вас прибыль. Ну, да, я уже приценялась, присматривалась, смотрю, что лучше продается, что лучше пошить. Ну, то есть, сколько это стоит в цеху, допустим, да, какая у вас наценка будет и на какую прибыль вы сможете выходить. Ну, вот вы себе план в деньгах, а на какую прибыль хотите выйти, к примеру, да, там, на какую цифру просчитывали это все в месяц? Ну, как бы, начинать я хотела с маленькой цифры. Если с большой цифры, если вот по маркетплейсам, то нужно большие цифры и большие вложения. Ага, а пока я только еще смотрю, с чего начинать, какой товар лучше продавать. Пока намного не планирую. Хорошо. Ой, ну, круто, конечно, что вот прям вот вы говорите, да, что вот миллион двести хотела купить готовый цех, да, и вот, ну, это же прям, ну, действительно такая история, когда уберегли от ненужных положений, да, и нашли сразу же подтверждение тому, что можно сделать все по-другому. Круто. Что помогало вам на курсе? Какие знания получили? Что было, может быть, непросто выполнять, да, как с этим справлялись? Что помогало при этом? Надо вспомнить, что у меня в то время. Знания какие получили? Знания получили, во-первых, по продвижению, по рекламе, по конкурентам, всех конкурентов, просматривать фишки у конкурентов, лучше брать что-то плохое, у конкурентов смотреть и не делать так, в основном конкурентов я. Понравился вам анализ конкурентов, правильно я поняла? Ну, да, больше меня вот эта вот тема. Продуктовая матрица, помните? Ну, предлагать, как предлагать, как привлекать. Ценообразование, как вам далось? Лит-магнит. Интересно было ценообразование тому? Ну, интересно было все, все очень полезно, все интересно, только нужно еще раз это все посмотреть, все пересмотреть, изучить, законспектировать. Я даже себе план записала, чтобы мне до первого сентября все еще раз это все переконспектировать, все записать, все, чтобы в голове мне освежить. Ну, сейчас как раз-таки вы это можете уже делать с учетом того, что под новый свой проект, в котором, да, сейчас будет развиваться, это продажа готовых изделий. С учетом отшивания, то есть, ну, вот прям вот его и штудируйте, вот, и дальше можете уже где-нибудь через полгода вернуться к мысли, если еще, ну, захотите продолжить, да, создание своего личного цеха, да, проработать еще раз уже с учетом всех ваших познаний и опыта, которые вы сейчас получите, работы с цехами, да, на отшив у них готовых изделий. Вот уже свою бизнес-модель, год вам целый год еще доступен, да, курс, так что штудируйте, можете другой проект какой-то еще посмотреть, то есть все, что угодно с ним можете делать. Здорово. Что помогало не остановиться? Дошли же до конца. Ну, да, это для меня точно достижение. Ну, вот смотрела, и вы подбадривали, и смотрела на других студентов, как бы не хотелось отставать. Хотя уже практически немножко отстала, но все равно как-то я молодец, дошла. Здорово. Ну, то есть в коллективном вот этом вот, да, сообществе вместе с потоком, да, было как раз-таки более продуктивно двигаться. Как зум-встречи? Участвовали ли вы в них, да, помогали они вам, в записи больше их смотрели? В зум-встречах участвовала. Очень интересные были все и вопросы, и слушать, и участвовать, и полезно. Да. Ну, и пересматривала в записи. Ну, и как результат получается, что у вас есть готовый бизнес-проект для цеха своего, да, есть уже проработанная стратегия, которую вы себе сейчас выбрали, пока работать с готовыми изделиями, да, отшиваться в других цехах. Ну, и приблизительно, вот, вы как думаете, к вопросу о цеху вернетесь через полгода, через год? Ну, самое маленькое через год, скорее всего. Ну, приблизительно через год, да, вернетесь к проработке как раз-таки вопроса открытия цеха. Отлично. Как считаете, окупил ли курс потраченное время и деньги? Окупил. Если миллион двести, да, смотрим, что точно сэкономил. Вдруг бы еще бы, к примеру, там одно объявление встретилось, там, да, к примеру, за 800. Вот, ну, тоже так себе, возможно, покупили. Что можете пожелать тем, кто сейчас учится на потоке? Вот, они только начали, только стартовали. Что бы вы могли пожелать от себя уже со знанием дела, чтобы вы уже прошли это все, да, может быть, на что-то обратить внимание нужно? Лучше выполнять задания, не отставать или как у вас? Так, какие мысли? Ну, да, да, дойти до конца обязательно. Но лучше не отставать, лучше идти в ногу в ритме, как в нужном ритме, не отставать. Потому что, когда отстанешь, уже неинтересно, неинтересно уже себя отстающе чувствовать, и уже и мотивации пропадают, и уже не хочется как-то догонять. Лучше идти в первых рядах. Падает энергия, я так думаю, да, чувствуете себя какой-то уже отстающий. Да, да, да. И уже не хочется, уже ничего, никакие, ну, отстала, и ладно, все, тогда уже и не буду вообще доделывать. Угу, отлично. А тем, кто только наблюдает, смотрит за нами, да, их разное количество и по-разному они наблюдают. Вот вы, допустим, сразу практически, да, после знакомства с нашим вебинаром приняли решение все-таки восполнить все свои возможности. А некоторые смотрят полгода, год даже за нами наблюдают. Как вы думаете, стоит дальше смотреть или хватит уже? Ну, если действительно есть мысли развиваться в этом направлении, в швейном, тогда, конечно, нужно обязательно покупать ваш курс и учиться, и продвигаться дальше. Вот, а от вас лично, вот, фишка, совет дня, да, к примеру, вот, ваша личная какая-то вот история такая, которая помогает вам справляться с сомнениями, страхами, вот, вот, что дает опору, да, вот, вы дошли до конца, вот, что помогло не сдаться все-таки? Не знаю, мне почему-то очень хотелось дойти до конца, и мне прям хотелось открыть все уроки, которые были на этом курсе. Ну, реально хотелось пройти и узнать в этом, то, что я не знаю. Хотя я практически это все знала, но почему-то я не применяла, и применяла не так, как надо. Ну, получается, что вы разбудили в себе некую жажду, скажем, узнать, что там еще есть, да, что вам может помочь действовать по-другому, нежели как вы ранее действовали, да, там, то есть, ну, пробовали открыть два цеха, поняли, что ничего не получается, да, пошли обучаться на Валберес, да, были два магазина, дозваниваются. Мы уже, в принципе, закончили. Татьяна, большое вам спасибо за вашу вот эту жажду, желание, хочу все знать и посмотреть, и изучить, как можно сделать по-другому. Ну, вы с этим прекрасно справились, желаю вам еще раз, да, проштудировать, сколько вы захотите раз наш курс, да, для того, чтобы эти знания применять дальше действительно в своей жизни повседневной, при решении любых этих текущих задач, и чтобы у вас все получилось, чтобы ваши проекты были прибыльными. Мы всегда на связи, чат работает, мы тоже, школа не закрывается, только развивается. Хотим вас видеть на выездных каких-то мероприятиях, которые мы делаем, да, вот в Питере была поездка, дальше другие будут города в том числе, поэтому будем рады дальнейшим взаимодействиям. И вам успехов, и еще раз успехов. Спасибо огромное, вам тоже спасибо. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Скину обязательно вам, чтобы тоже была возможность посмотреть и вдохновиться собой, еще раз себя поздравить, порадовать себя. Вы большая молодец. Действуйте. Спасибо, это благодаря вам. Жажда вас проснулась, поэтому мы уже только немножко так придавали скорости. Всего доброго. До свидания.